сейчас 12 июня 2012 года пол девятого вечера тут я решил покушать у меня тут чё тут значит вот эта фигня это называется печеная запеченная картошка знаете типа крошка картошка вот только я не знаю это крошка картошка или это что-то другое вот они продают ее прям в кожуре вот видите вон кожура черная вот черная вот эта кожура вот это сама картошка вот она достаточно вкусная вот я не знаю по-моему это с луком да вот картошка и вот кусочки лука я не знаю как на этом качестве на записи видно вот картошка запеченная с луком вот мама любит покупать. Да, вот он, видно. Прям черный, видишь, черная штучка. Вот это лук. Блин, такая вкуснятина, я ж не могу. Извините, я увлекся, я прям не могу. Прям вкусно, реально вкусно. Вы видели мои видео по дошираку? Это мне примерно так же нравится, как доширак. Очень вкусно. Не могу оторваться. О, короче, вот. Картошка запеченная с луком. По-моему, с двойным луком. Не знаю, мама любит брать с двойным луком. Ну, тут у нас белый хлеб, да? А вот это красная икра. Знаете, что черная икра запрещена? Ну, сейчас есть черная икра, но она не натуральная. Сейчас все только не делают. Имитированная икра. Вот я раньше ел, я даже записывал видео, но, по-моему, оно было в низком качестве. Я тогда еще на мобильный телефон снимал. Называется имитированная икра. То есть, как бы имитация. Понимаете? То есть, не настоящая икра, да? Имитация. Вот, достаточно вкусная мне нравилась. Вот. А это красная икра, это натуральная. Только видите, тут на банке написано икра черная. Но это из другой банки. Вообще, у меня у родителей привычка из одной банки все в другую перекладывать. Например, у нас, условно говоря, они могут, например, выпили кофе, банка осталась. В банку из-под кофе, например, насыпать сахар. Ну, примерно говоря. Так и здесь. Черную икру, опять же, это была не натуральная икра. Белковая, вот тут написано. Это была икра у нас, черная белковая икра в майонезном соусе. Вот. То есть, черную икру съели, банка осталась. Положили туда красную. То есть, вот она не любит так перекладывать. Вот. Иногда даже путаешься. Например, да, тоже кофе хочешь попить, открываешь в банке, а там что-то другое. Думаешь, да, блин, еб твою мать. Хотя бы пишите записки, что там вы положили, а то, блин, непонятно. Вот. Так что, такой вот у меня ужин. Вот, решил записать. Приятного аппетита. Ах, картошка, не могу оторвать. На самом деле, она, в принципе, ну, не то, чтобы она прям очень уж мне нравилась, но из 10 баллов я бы ей поставил 7. Вот. Да, она достаточно вкусная, но не особо уж прям так суперская. Вот. Почему я еще так оценку снизил? Потому что казалось, что двойным луком лука должно быть много. А лука на самом деле не очень-то и много. То есть, если берешь просто запеченную картошку с луком, то там лука достаточно мало. Двойным луком, если с двойным луком, то лука побольше, но все равно не очень много. Вот. То есть, как бы, двойной лук должно быть много, а на самом деле они мало кладут почему-то. Даже если просишь побольше положить, то они все равно. Не знаю, они жадные какие-то. Вот. Так что 7 баллов Ставлю из 10 Ну икра красная, в принципе, что ее оценивать 10 из 10, если кто любит красную икру Я не знаю конкретно, что это за икра Но она достаточно вкусная Поэтому я вам ничего сказать не могу Ну и если тупо, короче, так сделать Оценивать хлеб, белый хлеб Я люблю 10 из 10 Ну это как бы в качестве шутки Не, на самом деле хлеб есть хлеб Так, приятного аппетита Всем и друзья